Здравствуйте, я Тимофеева Римма Александровна, и сегодня мы с вами начинаем новый курс. Курс, который посвящен культуре второй половине XX столетия. Мы рассмотрим зарубежную традицию и отечественную традицию, и рассмотрим основные виды искусства — архитектуру, живопись и скульптуру, последовательно для каждой из двух названных тем. Отметим, что культура XX столетия — это не целостное явление, такое единое. Она состоит из ряда течений, которые могут отличаться по своим целям, по выразительным средствам, и нередко они оказываются противоположны друг другу, поэтому это обуславливает особую сложность данного материала. Ранее в предшествующем курсе по истории культуры мы говорили о первой половине XX столетия, мы рассматривали явления модернизма, и для завершения речь пойдет об основных тенденциях эволюции культуры второй половины XX столетия. Безусловно, мы остаемся в рамках учебного курса, обзорного в большей степени, а то, что требуется для подготовки к вступительным испытаниям, к олимпиадам. Я сказала, что это явление очень сложное, поэтому отметим, однако, что при всей пестроте этой культуры, у составляющих ее течений и стилей есть одна общая черта. Все они стремятся отразить мир в форме выражения чувств и настроений автора. То есть вторая половина XX столетия, она отличается достаточно высокой степенью такой субъективной индивидуальной трактовки, что обуславливает особенности подачи нашего материала. Конечно, XX столетие — это одна из самых сложных для исследования в истории всей мировой культуры тем, потому что ни один век не знал таких трагических социальных потрясений, страшных мировых войн, такого яркого, можно сказать, ошеломляющего научно-технического прогресса и широкого национально-освободительного движения. В общекультурное развитие включились народы, которые ранее не имели профессионального искусства. Это произошло ранее, мы об этом говорили. Поменялись территориальные границы, поэтому теперь почти невозможно нарисовать картину развития только западноевропейского искусства, не затрагивая искусство стран других континентов, если речь идет о зарубежной традиции. Рассмотрим с вами первую тему — это зарубежная архитектура второй половины XX столетия. Здесь сразу стоит оговорить три ключевых характеристики таких важных сюжеток, к которым мы будем обращаться в рамках сегодняшнего занятия. Первое — это развитие градостроительства. Второе — это развитие техники и различных технологических особенностей. И третья характерная черта, которую стоит назвать, — это отсутствие ведущего направления в архитектуре зарубежной второй половины XX столетия. То есть отметим, что все же творческий метод достаточно эклектичен, что и обуславливает разнообразие и интерес изучаемого материала. После Второй мировой войны задачи градостроительной практики усложнились, они стали еще более актуальными. Но при этом отметим, что создания гигантских городов, новых, происходили в основном даже не в Европе, а в основном в Латинской Америке. Это, например, Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро. Это все показывало высокий профессиональный уровень культуры и художественного мастерства архитекторов. В градостроительстве начинают решаться новые проблемы. Это соотношение вертикалей и горизонталей в застройке города. Потому что высотные дома, протяженные дома, они соседствуют друг с другом. Это соотношение зданий с зелеными массивами. Все же урбанизм и дезурбанизм — это тема, которая была актуальна еще с предшествующего этапа. Это использование материалов разных фактур и качества от облегченных, вроде алюминия, пластических масс, пленочных, синтетических материалов до дерева, что, безусловно, влияет на общий облик города. На представленном изображении мы видим, какую интересную яркую панораму создает подобного рода качество. Второй момент, который мы назвали, — это развитие техники, развитие технологии в середине второй половины XX века. Это, конечно, предоставило архитекторам необычайное разнообразие всяких возможностей и эволюции художественных приемов. Пространственные железобетонные конструкции используются как кривые. Это параболы, эллипсы, это висячая седловидная форма и так далее. Это позволяет формировать новый эстетический образ. Качество предварительно напряженного бетона позволяет увеличивать пролеты перекрытий, что с особым успехом применяется при строительстве уникальных сооружений мостов, транспортных. Это развязки больших городов, это эстакады, это многоярусные сооружения и так далее. И третий момент, который я назвала, — это отсутствие какого-то ведущего направления в современной архитектуре. Мы можем видеть, как в творчестве второй половины XX столетия, в архитектуре сосуществуют и то взаимно обогащают друг друга, то борются новаторские и консервативные тенденции. Можно посмотреть для сравнения несколько таких вариантов, такие авангардные формы и более сдержанные, более спокойные, которые, безусловно, отсылают к классической схеме. Теперь рассмотрим ключевые примеры названных тенденцией, которые мы обговорили, и отметим, что в Западной Европе наиболее распространенным типом построек общественного назначения являются архитектурные сооружения, художественный образ которых достаточно интересный. Это такие стеклянные параллелепипеды, то есть металлический каркас прямоугольный с навесными стеклянными стенами-ограждениями, которые не являются несущими опорами. Такая концепция ведет свое происхождение еще от техницизма предшествующего этапа, и ведущим мастером, который, безусловно, определил облик современной архитектуры во многом, является архитектор Людвиг Мисс Ван дер Рой. Мы частично упоминали его в предшествующей части курса. Перед вами небоскреб Сигренбилдинг, который был построен в 50-е годы этим архитектором совместно с другим мастером Джонсоном. Здание проектировалось под офисы канадской фирмы. Небоскреб имеет высоту 150 метров и состоит из 38 этажей. Это один из лучших образцов функциональной эстетики. Здание и так называемый интернациональный стиль, в рамках которого оно было построено, очень повлияло не только на американскую традицию, но и на европейскую архитектуру. В основу небоскребов такого рода положен нерасчлененный прямоугольный объем. Цельное внутреннее пространство здесь заменяет сумму равноценных стандартных этажей и пространственных ячеек. Конструктивный каркас небоскребов скрыт за их внешней оболочкой, поэтому есть определенная элегантность в очленениях стеклянных стен. Это профиль стальной, алюминиевый. И это является одновременно и символом реальной структуры, как, например, пилястры или полуколонны на дворцах архитектуры Ренессанса или иного периода, который обращается к классике. Отметим, что такая традиция повлияла на архитектуру последующего периода. Естественно, в европейской традиции, в частности, благоприятную почву в Германии. Вот эта техницистская ветвь функционализма нашла воплощение в строительстве деловых и банковских зданий. В 50-е годы стеклянные призмы, конторы различных фирм в большом количестве выросли во многих городах. Перед вами одна из таких ярких архитектурных построек, здание фирмы Тиссон, которое располагается в Дюссельдорфе. Мы видим, что объемно-пространственная композиция здания представляет собой пакеты из трех стеклянных пластин с глухими торцами. Боковые пластины меньше, средние по высоте и ширине, и сдвинуты по отношению друг к другу. Таким образом, что только средняя часть здания имеет широкий корпус. Здесь располагается лифтовая группа, которая не требует естественного освещения. Все остальное подчинено этим традициям функционализма. Также нужно сказать, что во второй половине 20-го столетия продолжают свою творческую практику авторы предшествующего периода. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт, некоторые работы которого мы рассматривали в предыдущем курсе, американский архитектор, новатор, который оказал огромное влияние на развитие западной архитектуры, создатель органической архитектуры, пропагандист открытого плана. Так вот, его деятельность, она также была продолжена в послевоенное время. Несколько работ более раннего периода, о которых мы уже говорили. И вот перед вами проект, который был реализован в 40-е и 50-е годы. Это здание музея Соломона Гугенхайма. Можно сказать, что это апофеоз творчества Райта, потому что здесь архитектор работает долго, последовательно, и проявляет необычайное творческое мастерство. Снаружи музей представляет собой форму опрокинутой спирали, как вы можете видеть. Интерьер напоминает раковину, а в центре находится остекленный внутренний дворик. Предполагалось по концепции Райта, что экспозиции должны осматриваться сверху вниз, то есть посетитель поднимается на верхний этаж на лифте и постепенно спускается по центральному спиральному пандусу. При этом интересно, что картины, которые висят на наклонных стенах, находятся в том же положении, что и на бальберте художника. Ну, не все пожелания Райта творческие были реализованы, поэтому сейчас осмотр экспозиции происходит в другом формате. В Германии во второй половине XX века наблюдалось соединение различных тенденций, которые обычные исследователи определяют как биологический функционализм, экспрессионизм, органическая архитектура. В рамках такого многообразия работал Ганс Шарун в такой яркий период его творчества, завершающий. Основные искания были сосредоточены на трех архитектурных типах. Это жилой дом или разработка жилого квартала, это школа, учебное здание и театрально-концертное здание, потому что, по мнению мастера, именно эти три типа оказывают наибольшее влияние на духовную жизнь людей. И вот нужно сказать, что во второй половине XX столетия тоже мы очень часто наблюдаем явления, когда мастер проявляет такое универсальное мышление. То есть он не только ограничивается конструктивными, художественными решениями, но обобщает теоретически, осмысляет свое наследие и наследие предшествующих мастеров, создавая глубокие такие теоретические трактаты и концепции. Перед вами два высотных дома. Они имеют очень красивое такое романтическое название. Это высотные дома Ромео и Джульетта, которые расположены в Штутгарте и строительство было реализовано в 50-е годы. Здесь архитектор развивает принципы экспрессионизма, то есть он преодолевает отвлеченный стереометризм нового зодчества с помощью диагональных, криволинейных конфигураций плана и вертикальной проекции здания. Внутренние пространства перетекают очень свободно, поэтому здесь есть, безусловно, аллюзия на традиции органической архитектуры. И вот эти вот оригинальные дома, они совершенно необычные и очень отличаются один от другого, но в паре составляют законченную объемно-пространственную композицию. Отметим, что они обладают и уникальной планировкой, там преобладают острые тупые углы, жилые комнаты представляют собой неправильные формы, четырехугольники и многоугольники. Таким образом, план этажа в целом получает звездчатую форму, такую зубчатую, то, что усиливается благодаря выступающим острым углам балкона. На здании они имеют различные квартиры на каждом типовом этаже, то есть по этажам они соблюдают определенную типизацию. В качестве такого интересного момента отметим, что длинные вертикальные ряды повторяющихся окон, балконов и других форм придают дому облик более привычный, чем это можно предположить даже по плану. И то же самое в другой постройке. Мы отметили, что Шарун в основном занимается, разрабатывает тему концертного зала, концертной площадки. И наиболее значительное и известное произведение в данной связи – это здание Берлинской филармонии, которое было реализовано в 60-е годы. Здесь автор в полной мере раскрывает идеи функционального и объемно-пространственного решения театрально-концертного здания. То есть здание, которое рассчитано прежде всего на особого рода контакт между происходящим на сцене действием и между зрителями. Сам архитектор говорил, что в центре является музыка, то есть то, что явилось основным принципом, заложенным в форму концертного зала, того места, где происходит основное представление. Критика художественная по-разному реагировала на опыты современных архитекторов. В частности, вот здесь наибольшую критику вызвала внешняя форма здания, внешний облик. Здесь Шарун, как и обычно, проявил такую творческую нетерпимость в отношении традиций. Вместо представительной, статичной композиции он создает асимметричный, сложный объем нерегулярной формы. Мы видим изменения по высоте верхнего края стены. Мы видим причудливую кровлю, которая напоминает колыхание ветра, или шатер, который стоит с опорой на шесты разной высоты. Таким образом, мастер активизирует восприятие зрителя, привлекает к сотворчеству путем прослеживания и понимания роли каждой из форм. Кроме того, внешний вид филармонии, безусловно, передает дух интерьеров, не выпадая из общего композиционного единства. Современная архитектура, конечно, опирается во многом на многие принципиальные решения функционализма и органической архитектуры, про которую мы поговорили. Поэтому здесь стоит назвать несколько последних работ выдающегося французского архитектора. Это Ле Корбюзье. В творчестве этого автора, указанного периода исследователя, справедливо видит стремление сблизить и объединить сильные стороны как функционализма, так и органической архитектуры. И из этого сплава Ле Корбюзье силой своего таланта, силой своего гения, создает совершенно самостоятельный образ. Первые шаги были сделаны еще в жилом доме, который был исполнен в Марселе, второй — в капелле Нотр-Дам-Дю-О в Раншане. Начало 50-х годов. Это бетонная паломническая церковь, которая была построена во французском местечке Раншан. Нотр-Дам-Дю-О называют самым значительным с художественной точки зрения пультовым зданием XX века. Инициативой его постройки принадлежала священнюю Купьеру Алену Кутюрье, который прежде работал с такими мастерами-титанами современного искусства, как Анри Матис, как Марк Шагал. Ле Корбюзье соглашается на реализацию данного проекта, но при этом одним из таких творческих условий была определенная свобода самовыражения. Поэтому Раншанская часовня идеально вписана в окружающий сложный ландшафт. Криволинейные формы были навеяны природными, это форма раковины. И в отечественной историографии, конечно, есть достаточно устоявшаяся точка зрения о том, что общее влияние, общее композиционное решение, оно было навеяно благодаря поездке Ле Корбюзье в Советский Союз, в частности, благодаря посещению древнего русского города Псково. И храм богоявления Забсковя, который также представлен перед вами на слайде, он является неким таким аналогом с точки зрения понимания плавно перетекающего пространства. Более того, и в интерьере данного культового сооружения есть некие аллюзии с древнерусским зодчеством, потому что такие нерегулярно расположенные оконные проемы, отверстия тоже в сочетании с белой плоскостью стены напоминают образцы архитектуры вот еще древнерусского периода. Здесь мы видим, что в оконных проемах располагаются витражи, поэтому открытое пространство храма наполнено светом, и это очень выразительно. Конечно, здесь есть и аллюзии на минимализм дороманских храмов Европы, поэтому памятник, как мы уже отметили, является одним из самых ярких и интересных в рассматриваемый период. Ле Корбюзье дает толчок принципиально важным для дальнейшего развития поискам, которые необычайно обогащают современную архитектуру. Примером может служить творчество финского архитектора Алвара Алта, американского мастера Эйра Сааренина, и в практику 50-60-х годов прочно входят висячие покрытия, своды, оболочки, то есть то, что резко меняет представление архитекторов об объеме и пространстве, то, что позволяет расширять их творческие возможности. То есть соотношение функционального и художественного – это одна из определяющих тенденций для развития архитектуры и зарубежной, и отечественной второй половины 20-го столетия. Перед вами концертный зал Финляндии, который был построен в Хельсенке в 60-70-е годы. Это произведение Алвара Алта. Выдающийся финский архитектор, который был представителем функционализма, его постройки, общественные, промышленные сооружения, жилые дома, известные и от довоенного периода. Но вот в поздних работах сочетаются национальные традиции, принципы функционализма и вот это умение вписать сооружения в окружающую природу. Следующий проект, который также был реализован Алваром Алта – это театр в Эссене, который располагается в Германии. Такие авангардные формы, очень интересные, яркие. Приметы такого творческого индивидуального стиля, индивидуальной манеры этого архитектора является свобода внутренних пространств, которые раскрываются в основном в горизонтальной плоскости. Это волнистые формы, которые очень выразительно позволяют вписывать сооружения в окружающую среду. Конечно, Алвар Алта – это колоссальная фигура, которая определила во многом особенности и современной творческой практики, не только архитектуры, но и образцов дизайна. Еще один мастер, которого тоже мы назвали, – это Эйра Сааренин. Это сын другого выдающегося финского архитектора более раннего периода. Но в данном случае данный мастер является одним из крупнейших архитекторов уже Соединенных Штатов Америки послевоенного времени. В его работах раннего периода прослеживается приверженность к строгому рационализму, и в дальнейшем архитектор переходит к своеобразной такой символической выразительности архитектурной формы. То есть он где-то добавляет утонченную индивидуализацию, где-то мы видим почти романтическую экспрессию. Постоянно находясь в таком творческом поиске, экспериментируя, Сааренин не выдвигает собственного устойчивого творческого метода, но его поиски символической образности оказали большое влияние на развитие архитектуры США и Европы уже после его кончины, после 60-х годов. Наиболее существенный вклад Эйра Сааренина в теорию архитектуры был связан с дальнейшей разработкой принципов органической архитектуры. И вот эти идеи можно прослеживать на нескольких образцах перед вами. В частности, это здание аэровокзала имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне. Также есть у него образцы спортивных сооружений. Это хоккейный стадион в Ельском университете. Вот перед вами аэропорт имени Даллеса и терминал в аэропорту Кеннеди. Часть работ была выполнена уже после смерти мастера. Такое творческое пренебрежение к последовательности утверждения в каждой новой постройке собственной манеры позволяет мастеру создавать уникальные образцы, очень поэтичные, очень яркие. И, наверное, уместно будет вспомнить стихотворение советского поэта Андрея Вознесенского, в котором он так поэтично описал вот этот новый тип сооружений, который становится именно образом современной архитектуры. Аэропорт, озона и солнце, аккредитованное посольство. Сто поколений не смели такого коснуться преодоления несущих конструкций. «Вместо каменных истуканов стынет стакан синевый, без стакана». То есть вот это понимание о том, что архитектура, она прежде всего создает пространство, а не стены, какие-то конструкции, это находит максимально яркое отражение в творческой практике второй половины XX столетия. Завершая вот этот краткий обзор, конечно, стоит сказать, что современные европейские мастера, современные зарубежные авторы уже 80-х, 90-х, нулевых годов, они стремятся развивать те стороны, которые мы коротко рассмотрели. Это новые пластические возможности архитектурной формы, это индивидуальные запросы, которые связаны с национальной традицией. И вот теперь в современной обстановке особенно актуальной становится задача соотношения национального и интернационального в архитектуре отдельных стран. Потому что тонкая грань между стиранием национальной традиции и ее консервацией такой достаточно устойчивой, это не всегда позволяет ответить на проблемы современности, на задачи современности. И, безусловно, в современной архитектурной практике это огромное неисчерпаемое поле для творчества. Я благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok